Итак, мы с вами начнем с самого начала Первая глава книги Откровения, первый стих Основной вопрос, очень важный вопрос, который мы должны задать себе в самом начале Прежде чем начинать изучение этой книги Можно ли верить в эту книгу? Можно ли ей доверять? Насколько она достоверна? Мы задаем себе такой вопрос, а кто вообще написал эту книгу? Мы с вами сейчас рассмотрим последовательное изложение доказательств, которые здесь приводятся Мы с вами увидим, что не просто апостол Иоанн написал эту книгу Она была дана кем-то другим Так, первый стих Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре Значит, откровение это было дано не Иоанном Можно сказать, что это откровение было от Бога И Бог дает это откровение Иисусу Христу А Иисус Христу это откровение доносит до Иоанна, посылая своего ангела И вот уже через ангела получает это откровение Иоанн Значит, Иисус Христу было поручено донесение до нас этого важного откровения И вот первые несколько стихов в первой главе книги Откровения Как раз дают нам очень яркую картину того, кто является в данном случае свидетелем Чье это свидетельство Во втором стихе написано Значит, прежде дал рабу своему Иоанну Который свидетельствовал Слово Божие И свидетельство Иисуса Христа И что он видел Другими словами, это свидетельство Иисуса Христа Фактически, он как бы, как если представить картину суда То Иисус Христос выступает в роли свидетеля Он клянется Богом То есть дает вот клятву И эта клятва заключается в том, что свидетельства Или свидетельские показания, которые сейчас будут произноситься Они истинны, они достоверны В данном случае используется юридический термин А мы с вами предстаем в качестве суда присяжных И в суде присяжных обычно бывают разные люди И время от времени возникают сомнения о надежности свидетеля Итак, в пятом стихе мы с вами читаем о том Что Иисус Христос есть свидетель верный Откуда мы с вами знаем, что он действительно свидетель верный? Откуда мы знаем, что это не лжесвидетель? Очень часто свидетели, выступающие в суде, говорят неправду И вот из пятого стиха мы приходим к следующему выводу Читая о том, что, во-первых, он первенец из мертвых Это означает, что смерть не смогла его удержать Смерть может удержать только грешников Потому что возмездие за грех — смерть А Иисуса Христа смерть не смогла удержать Это означает то, что Иисус Христос никогда не грешил А мы знаем, что ложь или лжесвидетельство — это грех Итак, мы с вами имеем верного свидетеля Который, кроме того, еще и владыка царей земных Из пятого стиха мы видим Он также умер вместо нас, освободив от наших грехов А посредством крови Своей освободил нас от грехов Он умер вместо нас, освободив от наших грехов Тогда мы задаем себе такой вопрос Да, он умер за нас, но достоин ли он судить? Конечно же, он достоин судить Поэтому он заслуживает доверия и может открыть нам истину А можно сказать, что книга Откровения — это свидетельство Иисуса Христа, данное под присягой А и у нас с вами есть выбор — или поверить в это, или не поверить Однако мы можем сказать, что если он умер за нас Он не будет нас обманывать Эта книга не книга от Иоанна Иоанн просто записал то, что он видел Поэтому Иоанн не является источником этих видений А можно Иоанна сравнить с секретарем, с писарем, который просто записывал то, что видел Поэтому мы можем верить в эту книгу ТВ-семинари — благотворительный проект Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Хочу вам несколько заметок предложить о теме этого фрагмента А также несколько заметок о толковании этого фрагмента Мы с вами будем рассматривать книгу Откровения И увидим, что в этой книге противопоставляются часто те, кто говорит правду С теми, кто говорит ложь Идет противопоставление между теми, кто говорит правду С теми, кто говорит ложь Это главная тема книги Откровения Одна из главных тем Бог — источник истины Бог — тот, кто говорит правду С другой стороны, сатана — лжецклеветник Выбирая, кому верить, кому из них верить Вы определяете, где проведете вечность Посмотрим еще третий стих В третьем стихе написано Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего И соблюдающий написанное в нем Ибо время близко А вот это выражение «время близко» не означает, что что-то произойдет завтра А вот это слово в оригинале может означать «как скоро», а также это может означать «быстро», то есть что-то происходит быстро, когда происходит И не нужно забывать о том, что Бог не ограничен временем, и поэтому для Него время всегда близко Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария